В современной системе образования особая роль отводится студенческому самоуправлению. Эта инициатива – самостоятельная деятельность студентов, направленная на решение важных вопросов студенческой жизни, развитие социальной активности и поддержку социальных инициатив. В Омской области с целью развития данного направления ежегодно проводится форум позиционирования органов студенческого самоуправления «Качество образования перезагрузка», организованный Омским государственным педагогическим университетом при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Форум, который у нас проходит сейчас в Омском регионе, он как раз реализуется в рамках той программы, которая у нас сейчас действует на территории Российской Федерации. Форум сегодня – это, по сути, завершающая часть тех мероприятий, которые происходили в течение учебного года. В этом году в работе четырех площадок форума принимали участие 120 ребят с вузов и сузов нашего региона. Участники обсудили работу студенческих молодежных СМИ, условия проживания, обучения, питания и стипендиальное обеспечение. Поговорили о возможности выполнения норм ГТО, а также студенческих спортивных клубах. Я являюсь экспертом на площадке «Лидеры студенческого самоправления». На этой площадке собрались 28 лидеров в своих университетах, лидеров студенческого самоправления. Буквально через несколько минут мы переместимся на нашу площадку и будем работать над созданием проекта. Единого проекта межвузовского форума, так называемой «Школы лидерства». Надеюсь, что проект будет реализован в течение следующего года. На всех молодежных форумах разрабатываются востребованные и социально значимые проекты. Так, например, в рамках мероприятия «Качество образования и перезагрузка» был реализован проект органа студенческого самоуправления и студенческих возможностей «Студфест», поддержанный грантом молодежного форума «Ритм-2015». Ребята представят лучший опыт организации деятельности студенческих объединений своих вузов, спортивных клубов, студенческих советов, профсоюзных организаций. Лучший опыт будет представлен в виде докладов и презентаций. Опыт, который есть наглядный, будет представлен в виде стендовых докладов на стендах. Ну и, конечно же, лучшие материалы по итогам «Студфеста» войдут в сборник, который будет выпущен по окончанию форума. Фестиваль «Студфест» стал уникальной площадкой для живого общения и обмена опытом среди представителей объединений студенческого самоуправления, таких как совет обучающихся, профсоюзная организация, студенческие спортивные секции и клубы. Ребятам из каждого учебного заведения было, что представить единомышленникам. Например, учащиеся представили советы обучающихся, созданные согласно закону об образовании в Российской Федерации. Совет обучающихся создан в 2013 году, в декабре, то есть в этом году ему будет уже два года. В инициативной команде у нас была создана большая конференция, собранная студентов, на которой мы выбрали представителей каждого объединения, каждого направления в институте. Итого, на сегодняшний день у нас во два раза уже поменялся состав, и сейчас 20 человек – это представители абсолютно всех направлений института, будь то спортивное, научное или какое-то другое, плюс все студии и объединения. По итогам фестиваля «Студфест» участники, представившие лучшие практики студенческого самоуправления, были награждены дипломами Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Так, на практике было продемонстрировано, что студенческое самоуправление находит в нашем регионе активную поддержку правительства Омской области, так как способствует воспитанию социально активной личности, введению студентов в общественную деятельность и разработке социальных значимых проектов.